Всем привет! Меня зовут Павел Богаченко и сегодня я расскажу вам об аналитике в коммуникациях. Каждый день в различных спорах и различных ситуациях мы сразу сталкиваемся с разными точками зрения. Точкой зрения за, точкой зрения против. У каждой из сторон всегда есть набор каких-то своих аргументов, своих точек зрений и мнений. Точно так же, когда мы читаем различные новости или статьи, мы точно так же сталкиваемся с различными интерпретациями тех или иных событий. И для того, чтобы правильно разобраться в этих событиях, для того чтобы вычленить истину из всех этих событий, из всех этих споров, нам помогает аналитика. Что такое анализ? Анализ это разложение чего-то комплексного большого на части с целью выделения системы, с целью составления определенной структуры. Для того, чтобы провести анализ того или иного спора, либо той или иной точки, той или иной статьи, вам нужно выделить точки столкновения или предметы спора. В каждом из споров всегда есть точки, где этот спор пересекается. Например, в теме «Эта палата запретит курение в публичных местах» могут быть следующие точки столкновения. Сторонники запрета будут говорить для начала о здоровье общества, мы хотим защитить общество от вреда курения негативного и всем последствиям, которым приводит курение. А позиция в данном случае может говорить о том, что на самом деле, если даже мы запретим курение в публичных местах, мы все равно не уменьшим этот вред, который приносит курение нашему здоровью, и все равно люди будут продолжать курить и так далее. Таким образом, это будет, допустим, первая точка столкновения в этом споре, которая может называться здоровье. Второй точкой столкновения может быть вопрос прав. Сторонники запретов курения в публичных местах могут говорить, что курение нарушает права пассивных курильщиков, потому что, когда они выходят на улицу, они поддаются недобровольному риску, и они не соглашаются поддавать свое здоровье опасности, поэтому мы должны защитить их право не поддаваться риску. В то же время оппозиция будет говорить о том, что те, кто курит, тоже имеют определенные права. Каждый человек имеет право на свободу. Эта свобода включает право вредить самому себе, поэтому мы не должны запрещать курение в публичных местах, мы не должны ограничивать право других людей, поскольку это их выбор, курить или не курить. Таким образом, это может быть второй точкой столкновения в этом споре, точкой столкновения о правах. И третьей точкой столкновения может быть вопрос каких-то экономических последствий для государства. Сторонники запрета курения в публичных местах могут говорить о том, что в результате того, что люди курят, это приносит определенный вред здоровью людей, в результате это перекладывает определенное бремя на государство из-за того, что люди или умирают ранее, или из-за того, что люди болеют тяжелыми болезнями, и государство обязано их поддерживать. Поэтому это экономическое бремя на государство. А позиция в данном случае может рассказывать об экономическом аспекте, который связан с тем, что, во-первых, это не такое значительное бремя для государства, и, во-вторых, в результате того, что мы запретим курение в публичных местах, это может повлиять на продажу табачных корпораций, в результате это может повлиять на объем налогообложения, которое получает наше государство. Таким образом, это будет третьей точкой столкновения в данных дебатах о запрете курения в публичных местах. Что же делать дальше? В зависимости от того, за какую сторону вы будете проводить анализ, если вам необходимо провести анализ за правительство, либо анализ за правительство, за оппозицию вам следует расставить по-разному акценты в данных дебатах. После того, как вы увидели точки столкновения, ваша задача судье или аудитории объяснить, почему по тем или иным точкам столкновения выигрывает та или иная сторона в дебатах. Каким образом это происходит? Если представить дебаты в форме определенной территории, мы можем разделить дебаты на две территории. Есть территория правительства, есть территория оппозиции. И задача команд в этих дебатах захватить большее количество территорий. При этом эту территорию можно захватывать по двум направлениям. Можно захватывать территорию по горизонтали, и можно захватывать территорию по вертикали. Представим, что в тех импровизированных дебатах, о которых мы говорили по поводу курения в публичных местах, С точки зрения территории захват по горизонтали был следующим. Горизонталь – это захват территории с точки зрения доказанности аргументов. Например, в первой точке столкновения, которая касалась здоровья граждан, победила команда оппозиции, поскольку ее доказанность аргументов в этих импровизированных дебатах была намного больше, чем доказанность команды правительства. Во второй точке столкновения, касающейся прав человека, с одной стороны права пассивных курильщиков, на другой стороны права активных курильщиков, победила команда правительства, поскольку она лучше доказала эти аргументы. И в третьей точке столкновения у нас с точки зрения экономических последствий по горизонтали, по уровню доказанности, получилось ничья. Таким образом, что мы видим в конце этих дебатов с точки зрения доказанности? В одной точке столкновения у нас по поводу здоровья побеждает команда оппозиции, по поводу прав побеждает команда правительства и по поводу экономики у нас ничья. Что же делать дальше? Каким же образом все-таки показать, кто победил в этих дебатах? В этом нам помогает захват территории по горизонтали. Это захват территории с точки зрения важности аргументов. Допустим, в этих импровизированных дебатах команды показывали свою важность таким образом, что наиболее важной оказалась точка столкновения по поводу прав. Что мы имеем таким образом? Таким образом получается, что команда правительства победила в самой важной точке столкновения, в самом важном предмете спора, который касается прав человека. Поэтому во время анализа аналитику будет следовать сделать акцент, что уважаемый судья или уважаемая аудитория, мы видели этих три точки столкновения, и с точки зрения этих трех точек столкновения команда правительства победила в самой важной точке столкновения, поэтому они выигрывают эти дебаты. Таким образом, какой мы можем сделать вывод? Когда вы приводите свои аргументы или когда вы анализируете аргументы, всегда делайте акцент на две вещи. Первое. Насколько были доказаны ваши аргументы? Второе. Какие из этих аргументов были наиболее важными? И делайте акцент, что именно вы привеляете самые важные аргументы, объясняя суде причины и следствия, почему эти аргументы наиболее важны, для того, чтобы объяснить победу данных дебатов.